Вы знаете, мне кажется, что они надо мной прикололись. Положили мне контейнер для анализов, понятно? Вот же приколисты. Или это я во всём ещё подвох, а? Ну и приколисты, сука. Я пойду голубочку, пожалуй. Всем привет! Я сейчас себе напоминаю блогера-новичка, который снимает, извините, хрен знает с какого ракурса, при ужасном освещении, с плохим звуком. Но ничего не поделаешь, я сейчас нахожусь дома и пока ещё не приспособилась к условиям. Кроме того, вокруг меня бегает собачка и цокает. Итак, пришла мне посылка с сайта КМИС, и они мне положили подарок. И не просто так, я вам чуть позже объясню, почему подарок. Потому что в прошлый раз они мне прислали не то, что я просила, поэтому мне пришлось написать в службу поддержки и сказать, что мне прислали не то, что надо. Те болванчики, которые они мне прислали, фреза бочонок, они мне пригодились, но фрезы цилиндра мне тоже были нужны, и поэтому мы сошлись на том, что они мне пришлют эти фрезы, я их заказываю, как и в прошлый раз за свои деньги, но за пересылку я ничего не плачу. После того, как мы договорились, менеджер пропал, больше мне не звонил. Поэтому я написала в Инстаграм другому менеджеру, и мне пришлось таки сказать, что вот я блогер туда-сюда. На их сайт постоянно оставляю ссылки, и, видимо, это сработало очень быстро и оперативно, буквально вот в полчаса мне все перезвонили, узнали, как и чего, и наладили ли ситуацию, и отправили ли посылку. Что у нас здесь? Фрезы зуботехнические почему-то. Если вам вдруг интересно, то вот, пожалуйста, почитайте, я не буду читать, мне неинтересно. Ну, в принципе, здесь полезная информация про стерилизацию. Нет, я, наверное, все-таки прочитаю. Раз. И два. Дальше шоколадка. Почему-то у меня камера, что ли, отъехала? Нет. Шоколадка. Спасибо, что выбрали нас. Так, у меня на работе камера всегда была подключена к непрерывной зарядке, а вот здесь дома у меня камера стоит без зарядки. Я сейчас хожу и поключу, потому что зарядка уже заканчивается. Вот такое обычное зарядное устройство. Я втыкаю в камеру, в сеть, и камера у меня может снимать бесконечное количество времени. Ровно на столько, на сколько хватит карты памяти. И ровно на столько, на сколько хватит шнурадной зарядки. Итак, покажу, что же я тут заказала в итоге. И вот сумма. Сумма вот такая. Одну твердосплавную на пробу купила. Мне ее очень хочется попробовать посмотреть. Вот она. У меня собака постоянно цокает. Такая тяжеленькая. В общем, я заказала цилиндр, потому что я сейчас делаю маникюр именно цилиндром. И мне захотелось взять цилиндр. И для снятия материала торец у нее без абразивности. То есть, если положить фрезу вот так вот и упереться торцом в валик, да, или в кутикулу, фреза будет воздействовать только на покрытие, но оставит без повреждения боковые валики. Но здесь очень-очень очень твердый, острый край. Я чувствую, что возможно для новичков это и опасная фреза. У меня, кстати, дома есть фрезер, который мой голубчик покупал для себя. Он ручной. я вам попозже его покажу. Он тоже с Алиэкспресс покупал. К сожалению, я себе уже сняла покрытие, протестировать мне не на чем будет. И мои любимые цилиндрики упакованы вот в такие пачечки. Вот они мне кажется, они какие-то маловатые. Прям маловатые, маловатые. Такие фрезы, они какие-то очень тонкие. я по-моему, да что ж с камерой, я по-моему их, именно эти фрезы не заказывала еще. У меня в прошлый раз были крупнее. Мне их нужно тестировать, я не уверена, что этими фрезами мне будет комфортно работать. Они какие-то совсем тоненькие, но совсем. И в прошлый раз у меня сама деталь с абразивностью была такой же толщины, как и основная деталь. нет, но работать я ими, конечно, смогу, потому что я уже поняла, что мне любой цилиндр подходит. Насчет абразивности с торца он здесь есть, то есть когда мы будем проходить по ногтю, будет обрабатываться еще и сам боковой валик и плюс будет обрабатываться сама кутикула, потому что торец будет шлифовать будет вот это место. Вы знаете, мне кажется, что они надо мной прикололись. положили мне контейнер для анализов, понятно? Вот же приколисты. Или это я во всем еще подвох, а? Ну и приколисты. Я пойду голубочку пожаловать. Что нужен свет? Так что это такое-то? Это реле. Твердотельный реле. Кто понимает, тот понимает. В компьютер что ли? Нет, реле для управления электронными устройствами. Дай мне короче дрель для ногтей. Нет, вообще, да? Я в шоке. Зато пока я бегала жаловаться, я прихватила, я уже забыла, как называется, аппарат для маникюра. Представляете, он короче его купил на Алиэкспресс, как я уже сказала. Вот такая дурнина, тяжелая, тяжелая. но работать наверное можно. Так вот сюда нужно вкрутить фрезы. Да, обзор тоже нормальный вам сделать, да? Я правда не знаю, что здесь было, что не было. Вот это наверное было. Скорее всего вот это было. И набор фрез был. Советую вам я его покупать для домашнего использования или нет. Скорее всего нет, он тяжелый, мне кажется неудобный. И вот как раз эту фрезу я сейчас и протестирую. Только вот чтобы ее вкрутить да, вставляется батарейка, а чтобы вкрутить фрезу нужна какая-то запасная часть. В общем система тут такая. Откручивается вот этот черный набалдашничек и чтобы его открутить нужно любую другую фрезу вставить вот сюда. И тогда он крутится. А включается вот здесь кнопочкой. Никакого реверса здесь, как я понимаю, нет. И сейчас я попробую сделать себе какой-нибудь маникюр. аппарат. В общем, вот этот аппарат я вам не советую. Очень маленькая скорость, примерно 15-20 оборотов, мощность какая-то небольшая. Вибрировать может быть и не вибрирует и кое-какой домашний маникюр конечно можно сделать, но по мне так лучше если покупать на Алиэкспресс, то все-таки аппарат. Еще я вам хотела показать посылку, правда сейчас вечер и качество изображения скорее всего упадет, дополнительной лампы у меня нет, но я все-таки попробую. Как видите доставили мне посылку с Деком, это с Алиэкспресс посылка привез курьер на дом. Очень приятно не стоять на почте, не тратить свое время. Я в Инстаграм уже выкладывала эту посылку, но может быть не все конечно смотрят, не может быть, а точно продавец положил в подарок. На мой взгляд неплохие наклейки и 10 бас, только я не помню я может быть да, я заказывала одного вида по парочке. Так, это второй номер, первый номер тоже парочка, четвертый номер тоже парочка, третий парочка и пятый. В общем каждые твари по паре. Итого 1, 2, 3, 4, 5 бас. Это Бьюти Люкс мне понравилось эта компания. Во-первых, сама упаковка хорошая, стеклянная, веет качество. На крышечках номера, конечно, я люблю выкраску, но номера тоже неплохо уже. Во всяком случае на бумажную наклейку легче будет нанести цвет. На цветниках вот здесь прозрачное окошечко и видно цвет гель-лака, но сейчас мы рассматриваем базы, базы и стул-то неудобный, отъезжает. Итак, базы на клиентах я пробовала, наносила в чистом виде и они держатся. Во всяком случае те, которые я уже успела протестировать. Начну с первого номера. Это вот такой молочный, а не все с шиммером. Ну вот, например, сейчас я снимаю и я не вижу никакого шиммера, потому что темновато. Там какой-то перламутр присутствует, я даже не знаю, будет это видно клиенту или нет. В общем, это молочная база. И я рада, что она ко мне приехала, потому что предыдущая партия молочного у меня уже заканчивается. Будет видно шиммер или нет, я не знаю, но цвет вот этот мне нравится. Запах химический есть. Далее второй номер. Вот такой светло-персиковый. И скорее всего сюда добавлен тот же шиммер, что и в молочный. Перламутр какой-то светлый, потому что здесь этот перламутр уже более заметен. Мне в комментариях писали, что зрителям понравились вот эти с шиммером базы. Я не знаю, мне кажется, не видно этого шиммера особо. А вообще, знаете, видно. Действительно видно, и он поблескивает, только не знаю, видно ли вам это на камеру или нет. Намазала, чем смывать, не знаю. Сейчас хотела при электрическом освещении, увидела, что шиммер на самом деле хорошо блестит. Это при дневном свете не очень, а при электрическом вообще очень хорошо, красиво действительно. Это не перламутр, а именно мелкие блестки. Итак, третий номер я сейчас вам покажу. Очень похож на второй. Какой-то персиковый, но я желтушные лаки не люблю. Они не украшают ногти, потому что такое чувство, как будто курильщик какой-то, но некрасиво как-то вот такие вот тона. Сейчас я со вторым сравню у номера. Ну, почти одинаковый. Второй чуть-чуть посветлее. Не советую я вам цвет ни второй, ни третий. Четвертый сейчас показываю. Вот четвертый хороший номер. Это натуральный, близкий к натуральному цвету. Под френч хорошо будет и как самостоятельное покрытие. вот. Четвертый хороший и пятый. Да что ж такое? Пятый тоже какой-то желтый. Вот сейчас с четвертым сравню. Вот четвертый он по-розовее, по-естественнее. А пятый в желтизну тоже уходит. Не знаю. Я пойду сейчас вам намажу его при электрическом освещении на ноготь, чтобы заценить тон и чтобы вы посмотрели блеск. Представляете, у нас дома стоит красная вот эта лампочка, она какой-то свет излучает, типа ультрафиолетовый. И мы когда приходим с улицы на свою одежду оставляем, включаем эту лампочку, в общем, обеззараживаем. Лучше всего оценить цвета на белом фоне. На фоне ванны я вам сейчас снимаю. В общем, цвета, да, ну, не нравится, мне не очень нравится вот этот желтушный цвет, но посмотрите, какой блеск. Блеск действительно красивый. Спасибо зрителям, которые сказали мне, чтобы я купила этот гель-лак, эту базу. Вот такой у меня был обзор на сегодня. Я с вами буду на этом прощаться. Я желаю вам в первую очередь здоровья и финансового благополучия. остальное все приложится. Старайтесь сохранять хорошее настроение. Всем творческого вдохновения. Пока-пока.